117-ю годовщину со дня рождения народного маршала Георгия Жукова в Омском кадетском корпусе по традиции отметили соревнованиями с участием ветеранов Великой Отечественной войны, военной службы и воспитанников корпуса. Им предстояло проявить свои умения в четырех видах соревновательной программы – дартсе, стрельбе из пневматической винтовки, а также шахматах и шашках. Нам сказали, что надо будет участвовать, приедут ветераны. Мы выбрали, кто хочет, кто может. Сам захотел, сказали, кто умеет шашки играть. Я сказал, что смогу. В школе занимался, были места там. Я давно не играл, хочу попробовать. В нынешнем году в соревнованиях приняли участие около 200 ветеранов и кадетов. Впрочем, собственно, соревновательный момент здесь отходит на второй или даже третий план. Гораздо важнее преемственность поколений. К примеру, по строениям перед соревнованиями командовал участник еще Советско-финской войны 39-40 годов прошлого века Иван Смирнов. Для воспитанников кадетского корпуса такие встречи – уникальная возможность перенять опыт и активную жизненную позицию старшего поколения. Ветераны, в свою очередь, тоже стараются не пропускать этих традиционных соревнований. Воспоминания молодости и встреча с участниками войны, с друзьями, которыми работал, жил. Вот для меня эта встреча. Ну и отметим день маршала Победы Жукова. Для молодого поколения это очень прекрасный праздник, где можно себя проявить, реализовать, ну а ветеранам еще раз встряхнуть спортивный дух свой, показать, на что они были способны в молодости. И сегодня они в боевом строю. Я очень признателен Совету ветеранов Омской области за то, что они приглашают все наши округа, Омский район здесь. И надеюсь, что эта традиция продолжится. Победители и призеры традиционных соревнований были награждены ценными призами, а также медалями, дипломами и кубками Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.